друзья доброго времени суток всем кто смотрит мой канал сегодня решил снять небольшое видео про рассказать про только строится название лекарства то как производители ухищряются и придумывать всякие новые методы чтобы сделать новое лекарство даже скажем не новое лекарство а чтобы определенное лекарство продать скажем по другим брендовым именем и поговорим вообще за что мы платим то есть и как всегда найти в любой стране в любом месте найти то лекарство которое нужно который нам прописал врач или который мы там сами знаем что мы хотим его принимать так давайте начнем дорогие друзья смотрите первое с чего хотел бы начать это то что в принципе имя лекарства когда врач написал то есть дал это как правило используются брендовые имена то есть например возьмем аспирин и ацетилосилициновая кислота то есть аспирин это брендовое имя а ацетилосилициновая кислота это уже непосредственно действующее вещество таких примеров могу привести принципе очень много то есть и далеко ходить не нужно за примером давайте рассмотрим самый простой процитамол жаропонижающие анализирующие до действия имеет препарат вот его продают по разными брендовыми именами я живу в израиле и у нас этот препарат простому продается под таким именем как алкомоль дексамоль дексамоль дей то есть дексамоль день дексамоль ночь да как бы и много всяких разных вариаций процитамола под разными брендовыми названиями и фактически то есть цена абсолютно разная то есть и каждая компания то есть компания там тело скажем оно не своя там доставка на этот препарат в другой компании другая вот и каждая компания как бы она по собам рекламы своего препарата но по факту то есть если вот можно действующее вещество то обязательно это будет указано помимо брендовыми я бы за те будь красном действующие вещество идей там у ролика создать вам о том что в принципе во Во-первых, если вы какой-то путешественник, если вы куда-то собираетесь лететь и у вас есть определенные лекарства, которые вы принимаете, или вы хотите с собой взять, или просто хотите знать, то есть чем можно заменить какие-то другие лекарства, то чтобы не писать, например, ну скажем, какой-то там бульторингель, например, пенталгин, напроксен, ну напроксен, в принципе, это действующее вещество, то есть там наксин, аспирин, тот же самый, то есть их очень много, опять же, мне тяжело сказать, потому что, в принципе, я снимаю ролик на русском языке, то есть это более все-таки для русского различного населения, а сам нахожусь как бы в Израиле, и поэтому работаю тоже здесь в Израиле, соответственно, как бы больше знаю те продукты, которые продаются у нас, вот, но смысл всего этого в том, что вы можете, скажем, с России приехать в Америку, там, или в Европу, или в Азию, да, и того лекарства под брендовым именем, которого вы знаете, вы его не получите, то есть, да, элементарно, соответственно, вам нужно знать действующий компонент этого лекарства, то есть, если это вольтарен, то может быть вольтарен-гель, да, но в реале там будет действующее вещество, это будет диклофенак, тоже так же есть уколы вольтарена, да, которые делают обезболивающие, тоже диклофенак, там таблетки, да, под брендовым именем бетарен выходит, вот, тоже это, в принципе, диклофенак, и таких примеров можно давать очень-очень много, да, ну вот, если опять взять, там, израильский рынок, то, например, ацетилсилициновая кислота 100 миллиграмм для сердечной недостаточности, да, и продукт под брендовым именем карте, да, то есть, в России, в принципе, это аспирин, и таких примеров действительно очень много, всякие разные противопростудные препараты, процетамол, и на базе процетамола добавлены витамины, то есть, витамин С, В12, всякие дополнительные какие-то там элементарные, да, вкусосодержащие какие-то вещества, это все в конечном итоге, то есть, я не хочу еще назвать какие-то конкретные препараты, но по факту мы получаем совершенно другой препарат, запатентовный, да, вот, и как жаропонижающие, там, противопростудные, иммуноподдерживающие какое-то, да, то есть, средства, но на самом деле мы покупаем просто какое-то имя, с какими-то там витаминами, опять же, содержание витаминов непонятно, какое там совершенно действительно поможет, и тем более, это разовая доза приятия витамина, там, поддержать иммунитет, или там что-то скомпенсировать, да, в организме, который сейчас проходит какое-то там заболевание. Соответственно, мы покупаем этот препарат просто, ну, ради процетамола, да, или какого-то иного активного вещества. Поэтому первое, да, вот, что я хотел бы сказать с этого видео, то, что всегда, во-первых, смотрим, то есть, нам приписал врач какую-то таблетку, мы сразу можем спросить, какое там действующее вещество, то есть, что именно было прописано, вот, и уже сами, например, то есть, прийти в аптеку и сказать, есть ли у вас, например, там, процетамол, да, и вам скажут, там, вот, у нас есть так-то, 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 есть ли у вас там диклофенак в геле, да, например, вам дадут, там, вултарный джель, или там еще какой-то, какой-то еще препарат, да, то есть, и вот, чем дороже, чем более узконаправленный препарат, тем больше вот таких вот есть, скажем так, под разными брендами они выходят. И, возможно, какие-то бренды вы найдете более дешевые, какие-то более дорогие, да, но суть от этого не изменится, потому что вы покупаете препарат исключительно ради действующего вещества, а не ради имени. И, соответственно, если вы, как я уже говорил, путешественник, записав, сделать список, составив список препаратов, которые вы принимаете, а также указав, какие действующие вещества и в какой дозировке там идут, да, то есть, опять же, ну, важно учитывать дозировку, то есть, точно так же, как бы, помимо компонента, может быть, еще и изменяться дозировка, но, как правило, дозировка остается одна и та же, потому что, в принципе, терапевтическая доза препарата от того, что поменялся бренд, она, как правило, не меняется, поэтому производитель, в принципе, использует одну и ту же терапевтическую дозу. Хотя, я смотрел много, как бы, роликов, видел много мнений, разговаривал с некоторыми врачами, что, опять же, вот есть уже разногласия по разным стандартам, да, американским, там, европейским или российской Минздрав, да, то есть, вот именно вот, касающиеся, то есть, той или иной терапевтической дозой. Даже вот интересный ролик смотрел, доктор Комаров, кажется, там вот как раз-таки речь шла о процетамоле, если не ошибаюсь, о том, что, как бы, у нас, или пентальгин, я не помню, но речь шла о том, что вот в России, как бы, да, говорят, почему не помогает, потому что принимает, там, одну таблетку определенной дозировки, там, вот, а по европейским протоколам, то есть, там, терапевтическая доза начинается, то есть, совсем с другой дозы, да, то есть, по факту, там, получается, две или три российские таблетки, и, соответственно, то есть, вот, одно и то же вещество, ну, по европейским стандартам, оно вот идет в такой терапевтической дозе, оно помогает, но работает, а вот, там, по-российски, оно в такой, но это вот ни в коем случае не пример, там, где лучше, где хуже, то есть, это просто пример того, что смотрите еще и на дозировку, да, то есть, везде все по-разному, везде, как бы, все, дозировку должен подбирать врач, да, то есть, есть такие препараты, точно так же, которые в одной дозировке, они, скажем, действуют одной направленности, а в другой, совершенно другой, да, ну, такие препараты, это, как правило, уже более психодействующие, да, нейролептики всякие разные и так далее, то есть, у них одна доза лечит, другая калечит, да, грубо говоря, ну, плюс-минус, да, вот, образно выражаясь, не входя сейчас в фармацептику. Друзья, вот ролик не хотел затягивать, но получился уже 8 минут, давайте подведем итог. Первое. Прописал нам врач таблетку, мы сразу спрашиваем его, какое действующее вещество, вот, записываем и понимаем, да, то есть, о чем у нее речь. Приходим в аптеку, всегда можем убедиться, что, возможно, одно и то же действующее вещество продается под разными брендами, как бы, именами, и выбираем для себя наиболее доступный вариант. Первое. Второе. Куда-то летим, куда-то собираемся, собираем для себя аптечку, всегда, опять же, в идеале, тем более, если какие-то лекарства для вас важные, да, например, там, очень много, широкий спектр таких лекарств, может быть, кто для вас важный. Берем, конечно же, эти лекарства с собой в поездку, да, но и тем не менее, если же мы все-таки их взяли, но для экономии места мы там не взяли в свою упаковку, а взяли только вот именно фольгированную упаковку, да, то есть не всегда на ней будет написано, или вообще, может быть, там баночка такая, да, и мы взяли в свою просто какую-то там упаковку из-за лекарства, то всегда пишем, какая дозировка и какое именно действующее вещество, то есть это тоже может помочь. Друзья, на этом хочу закончить этот ролик. Если у кого-то остались вопросы, пишите, с удовольствием я это отвечу. Всем, кто вам понравилось видео, ставьте лайк. Все вам самого лучшего. Будьте здоровы! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!